Эту девушку зовут Эллен. Она не отличается богатством и популярностью, но зато очень сильно любит учиться. Надо их тоже взять с собой. А это богач Джет. Хорошо, что у меня есть рюкзак побольше. Я не могу обойтись без всех этих учебников. С этим подготовлюсь к завтрашнему тесту, а тот перечитаю на перемене. Лучше эту. Приятно иметь слуг. Осталось взять еще половину. Что может быть веселее, чем грызть гранит науки? Желаете суши? Ох, нет, с утра я предпочитаю чашечку эспрессо. Кажется, все собрала. Осталось лишь как-то застегнуть рюкзак. Святой Архимед, почему это так сложно? Фух, я справилась. Ах, мои любимые духи с запахом роскоши. Давай эту. Я чуть не забыла дома самую главную и ценную книжку. Ее точно надо взять. Но куда я ее положу? В рюкзаке уже и так нет места. О, знаю. Прости, дорогая книжечка, мне очень-очень жаль. Но мне придется пойти на жертвы. Слуги уже собрали все, что мне нужно. Значит, пора отправляться в колледж. Книга – идеальный тайник для книги поменьше. Здесь она будет в безопасности. Теперь я точно готова. Я вчера купила такую красивую помаду. Привет, Джет. Видела, он посмотрел в мою сторону. Просто ты мешала ему разглядеть меня. Появление Джета в колледже каждый раз производит фурор. У него есть свой фан-клоп, всегда готовый понести его вещи. А каждый студент мечтает с ним подружиться. Вы только взгляните на эти мышцы. Отдай мне его рубашку. Эм, давай ее поделим. Джет такой красивый, прямо как Аполлон. Если бы он только позвал меня на свидание, Альберт Эйнштейн внес колоссальный вклад в развитие физики. Проваливай, заучка. Никому это не интересно. Зачем слушать про каких-то старикашек, когда есть он? У меня есть миллионы подписчиков в ТикТоке, галочка в Инстаграме и стальные бицепсы. Ого, они даже принесли сертификаты, подтверждающие его успешность. Как можно было называть настоящего гения каким-то старикашкой? Ничего они не понимают. Передай мне деньгомет. Всем денег за мой счет. О, наличные. Я не виновата, что учителям мало платят. Чего только не делают люди, чтобы оказаться в центре внимания. Почему они так зациклены на деньгах и популярности в соцсетях? Это ведь в жизни совсем не главное. Когда я смотрю на него, то чувствую бабочек в животе. Вот бы он обратил на меня внимание. Урок физики был таким скучным, просто кошмар. О нет, никто не должен увидеть мою книжечку. Джетта, а ты что скажешь? Я вообще чуть не уснул. Ой, я оставил дома учебник по математике. Можете одолжить мне свой или найти запасной? Конечно, вот, пользуйся. Спасибо. О, тут есть что-то еще. Это мое, отдай. А что бы вы сделали на моем месте? Вот мой вариант. Оговей я. Что это с ней? Эллен явно решила сберечь свой секрет любой ценой. Это было близко. Боюсь представить реакцию, ребят, если бы они увидели мою книжечку. Фух, надо бы перевести дух. Но зато я, по сути, выручила Джетта. Ах, как бы сложилась моя жизнь, если бы он все-таки ответил взаимностью на мою симпатию. Дорогая, своим прекрасным внешним видом ты сразишь всех на повал. С тобой никто не сравнится. Спасибо, милый. Как же мне все-таки повезло. Вау, какой красивый вид на горы. Хорошо, что у меня свой личный самолет, так что ты сможешь часто их видеть. Я принес тебе коктейль, моя королева. Спасибо. Его делал лучший бармен на этом острове. Ммм, как вкусно. Я готов исполнить любой твой каприз, только попроси. О, смотри, там дельфины. Впервые вижу их вживую, еще и так близко. Вау, это и вправду они. Я так счастлива, будто нахожусь во сне. Ой, вода в океане сегодня теплая. Пойдем плавать прямо сейчас. Ой. Дома поплаваешь, а сейчас просыпайся и освобождай подсобку. Ты сидишь на моем ведре, а мне вообще-то работать надо. Давай, вставай. Ох, простите, пожалуйста, я случайно здесь уснула. Помните, что любое обучение требует концентрации внимания. И искусство пения не исключение. Итак, начнем с разминки. Дорэ ми па соля си до. Хей, с вами снова Джет. Соскучились по моим трансляциям? Привет. Теперь приступим к изучению новой песни, которую я подготовила для вас. Ой. Так, студенты, сохраните спокойствие. О нет, смартфон разрядился и трансляция прервалась. Я боюсь темноты. Кто-нибудь, верните свет. Без фаники, у меня есть фонарик и я знаю, что делать. Ботанша у нас еще и электрик. Передайте мне мой рюкзак. Фу, какая безвкусица. Пока другие девушки занимались чирлидингом, Эллен посещала клуб юных физиков. И не зря. Знания, приобретенные там, могут ей очень даже пригодиться. Готово. Теперь дело осталось за малым. Эх, давно я на велосипеде не ездила. Не волнуйтесь, свет скоро появится. О, ну наконец-то. Так я чувствую себя намного спокойнее. О, мой смартфон заряжается. Отличная работа, Эллен. Да в этом нет ничего сложного. Всего лишь знания и немного спорта. Эллен всех нас выручила. Теперь я могу снова включить трансляцию. Эй, не сбавляй темп. У тебя очень хорошо получается крутить педали. Ух, Джет меня похвалил. Поверить не могу. Но я так устала. А вот и последствия того, что Эллен провела за чтением книг больше времени, чем за занятием спорта. Эй, беднячка, ты чего остановилась? Нам вообще-то нужен свет. Да, неужели так сложно постараться ради нас? Я лишь немного отдышусь и примусь за дело. Если ты продолжишь в том же духе, то обещаю снять с тобой сториз. Я должна быть сильной ради Джета. Я делаю это во имя любви. На какие только жертвы не идут влюбленные девушки. О, супер, смартфон до конца зарядился. Пойдем в кафетерий, там продолжим трансляцию. Что? Нет, постойте. А, как же сториз? Ох. Давай, бей сильнее. Покажу свою ярость и мощь. Представь, что кто-то порвал твой учебник по химии. Да, вот так. Эй, полегче. Упс, простите, я увлеклась. Ха, это слишком легко, мне бы что-то потяжелее. Он такой сильный и классный. Двадцать пять? Двадцать шесть? Фух, все-таки я сделаю перерыв. Ты заслужил его. Ты молодец. Как вам мои мускулы? Круче в жизни не видела. Ага, знаю. Но это еще не все. Сейчас я вам кое-что покажу. Так как я каждый день качаюсь по три часа, у меня появились кубики пресса не только на животе, но и на стопе. Видите? Ого, не думала, что такое вообще возможно. Целых восемь кубиков? Это впечатляет. Вау, Джетта на ноге шесть пальцев. Я тоже хочу кое-что показать. Я всегда знала, что Джетт крут, но чтобы настолько... Эй, ребята, смотрите сюда, моя стопа похожа на стопу Джетта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У них у обоих по шесть пальцев на ногах. Вот это сходство. Пусть эти двое и из разных миров, но хоть что-то общее у них есть. Ух ты, кто-то родился с такой же особенностью, как у меня. Все чисто. Охранника на горизонте нет. Надо открыть окно, и можно залезать. Уф. Кто же эти девушки и что они задумали? Ночью в колледже даже хуже, чем днем. Хватит болтовни. Пошли искать ответы к завтрашнему тесту по геометрии. На кону наши итоговые оценки. Будь я учителем, где бы я его спрятала? Здесь ничего нет. И тут тоже. Нашла. Отлично, бежим сюда. Ура, вышибал нам гарантирован. Постой, я слишком разволновалась, дай отдышаться. Быстрее, нам нельзя здесь задерживаться. О нет, сработала сигнализация. Нельзя брать с собой ответы. Надо срочно их куда-то спрятать. Положи в какой-то шкафчик, завтра их заберем. Хорошо. Что это такое? Ответы на тест? Но откуда они здесь? Ничего не понимаю. У меня та же ситуация. Ума не приложу, как они оказались в моем шкафчике. Странно все это. Что я вижу? Преступники сами себя раскрыли. Эмили. Что? Упс, нам лучше отсюда уйти да побыстрее. Значит, это вы пробрались ночью в колледж и украли ответы. Нет, мы этого не делали. Хватит врать. Вы оба арестованы. Им стоило самим готовиться к тесту. Надеюсь, вам понравится ваша новая одежда, хотя я шучу. Мне все равно. А зачем надо было забирать мои очки? Я ничего не вижу. Не волнуйся, мы тебе другие выдали. Не верится, что мы в тюрьме. Кто же нас так жестоко подставил? Проходите, чувствуйте себя как дома. Мы не виноваты. Хотите узнать, что ждет Эллен и Джета в дальнейшем? Если вы оставите две тысячи комментариев, мы выпустим вторую часть. Зато мы вместе. Хоть это радует. Согласен. Продолжение следует... Продолжение следует...